За последние годы сфера информационных технологий стала одной из самых привлекательных и динамично развивающихся отраслей для трудоустройства в Беларуси. За первые два десятилетия развития IT-индустрии в нашей стране белорусские компании завоевали репутацию первоклассных разработчиков. IT-шники действительно очень интересные, невероятно амбициозные и увлеченные своим делом люди. Именно такой и Максим Сапожников, работник IT-компании информационной системы, который нашел себя в этой сфере деятельности уже давно. Что ценно, он очень любит свою работу и через нее стремится делать что-то полезное и для других. Я бы сказал бы самовыражаюсь, потому что в принципе для любого человека, если он ходит на работу, он должен самовыражаться и получать удовольствие. Да, у меня я самовыражаюсь, у меня есть удовольствие от того, что я делаю и конкретным людям приятно на другой работе, используя наши продукты. Им легче становится работать. Мне это, конечно, очень приятно, я люблю свое дело. Брестская компания информационной системы является резидентом Брестского научно-технологического парка. На текущий момент ее основными сферами деятельности являются автоматизация предприятий, торговли и медицины. В последней у них действительно множество заслуг. Одна из интересных разработок – система удаленной комплексной диагностики водителей, которая позволяет медицинскому работнику проводить удаленный мониторинг состояния персонала через разработанный программно-аппаратный комплекс. Сложено для того, чтобы гарантированно осуществлять контроль работников перед началом работы или рейса, если это водители. У нас в стране существует порядка 40 специальностей, которые требуют обязательного прохождения осмотра перед тем, как они работают, перед началом работы. И вот как раз для этих целей это может применяться. В чем прелесть данного системы? В том, что, во-первых, исключается контакт с медицинским работником, то есть снижается вероятность, если вдруг человек заболевший, что он еще заразит и медицинского работника. Во-вторых, исключается возможность коррупционной составляющей. То, что ты же меня знаешь, я все нормально, да ладно, хорошо. Третье – гарантируется обязательное прохождение. Еще одна важная разработка, созданная программистами фирмы – медицинская информационная система «Лекарь», с которой уже много лет работают медицинские учреждения страны. Назначение системы очень обширное. Сейчас очень актуально, наверное, последний пункт скажу – это личный кабинет пациента. То есть в связи с ковидом, с тем, что люди не хотят ходить, не хотят видеться с медицинскими работниками, записаться на прием к врачу, получить какую-то выписку, ну и другие вопросы, телеконсультацию получить. У нас это очень удобно реализовано при помощи личного кабинета пациента. То есть пациент приходит в поликлинику, ему выдают логин, пароль, и он через мобильник, вот, обычно же, либо через компьютер может сделать и записаться на прием, и посмотреть, какие у него приемы были до этого, и даже сделать телеконсультацию. С помощью медицинской информационной системы «Лекарь» обслуживается 60% города Бреста. Она, учитывая все особенности и трудности в работе медицинских регистраторов, включает в себя подсистему регистратура. Программа позволила автоматизировать все процессы и значительно упростила выполнение основных функций регистраторов и Брестской городской поликлиники номер 3. Электронной записью пользуются в основном люди молодого возраста до 50 лет. Они очень активно это используют. Единственное, что им надо при себе иметь, это пин-код. Пин-код у нас выдается каждому в руки через регистратуру. Объясняем людям, что вы заходите в программу, вбиваете фамилию доктора, выбираете интересующий вас талон и время, когда вы приходите, и просто вбиваете код, свои индивидуальные данные. На этом все. Талончик берется через интернет. Карточку потом в основном откладывается к специалисту уже, и она находится у врача. То есть все минуется мимо регистратуры. Основная цель, которую преследуют специалисты IT-компании информационной системы, это улучшение качества жизни именно жителей Бреста. Очень хотелось бы, чтобы наряду с другими областными центрами наш город был бы не просто ничем не хуже, а только лучше. Брестский регион, Брест, сделать для него точно так же, как в Могилеве, чтобы люди поняли, что значит облачная технология, медицинская облачная технология, когда ты можешь с любой точки города достучаться до своих данных, когда скорой можно помочь, спасать людей, когда скорая выезжает на заявку, то человеку может быть очень плохо, и для того, чтобы посмотреть, какие аллергии, чем он болел, чтобы быть готовым к тому, что с ним там на месте делать. И у нас это в Бресте очень вяло, это очень неприятно, и вот хочется продвинуть для людей. Алена Миневич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.